Декабрь этого года стал для главы администрации активным на командировке. Рашид Давлетов вместе с командой из Нефтекамска принимает участие в обучении, организованном фондом развития моногородов. Наш город попал в одну группу с такими гигантами, как Новокузнецк. В то же время есть поселки с населением в 3000 человек. Но все эти моногорода объединяет одно – зависимость от градообразующих предприятий. Наша команда представлена, но обязательно глава должен присутствовать, поэтому я там присутствую, замглава администрации и три предприятия. Генеральный директор ИСКОЖ Киршина, генеральный директор Амзинского лесокомбината и представитель на уровне заместителя генерального директора градообразующего предприятия в лице Гатаулина. Обучение, по словам Рашида Давлетова, организовано для того, чтобы каждый моногород разработал программу развития. Рабочая группа должна продумать план, чтобы в ближайшие 2-3 года зависимость от градообразующего предприятия была минимальной. Вот эта программа, она сейчас готовится. За основу мы взяли ту стратегию, которая была принята и Советом городского округа. И 28-29 декабря будет защита. Защита проводит непосредственно, будет участвовать Шувалов, он курирует этот процесс. Поэтому очень серьезная задача перед нами стоит. Ну и по итогам будут встречи, будут доложены, будет рассказано, в каком направлении и будут услышаны ваши предложения. Мы будем двигаться. Задачу минимум, которую ставит рабочая группа Нефтекамском, добиться реализации программы в 2018 году, а максимум в 2030 году. Кроме этого, Рашид Давлетов отметил, что у фонда развития моногородов огромные возможности. К примеру, город Кумиртау воспользовался этим и привлек инвестиции в размере 200 миллионов рублей. У Нефтекамска тоже есть шанс. Должны воспользоваться, нужны только инвестпроекты. Ближайший инвестпроект такой более-менее реальный. Это в Амзе присутствует, там есть желание построить фанерный завод. Есть фактически инвестор, сумма проекта 5 миллиардов. Но сейчас идут работы подготовительные, готовится проект и так далее. Но если что-то здесь у наших предпринимателей появятся, такие глобальные проекты, сходу, пожалуйста, на обсуждение. Еще одно направление работы, добавил Рашид Давлетов, это получение нефтекамском статуса территории опережающего развития. Преференции в виде налоговых или иных льгот необходимы прежде всего для привлечения инвесторов. Реальная возможность попасть в список таких городов появится уже в следующем году, сказал глава администрации. Но все будет зависеть от того, как пройдет защита проекта 28 и 29 декабря в Сколково.